друзья всем привет всем доброе утро сегодня я приехал на свое любимое озеро продолжить эксперименты у нас наступила осень к сожалению лето закончилось сегодня больше в утинский нестись из всех щелей думаю понимаете о чем я сегодня цель поэкспериментировать с прикормочными смесями ваниль чеснок и анис потому что вода остывает думаю что сладкие вкусы но вряд ли как то уже интересно карасю посмотрим проверим это первое второе по многочисленным просьбам покажу как я делаю поводки для кореи прямо сейчас на берегу свежим по быстренькому и на него же будем ловить ну поехали так друзья вот две смеси которые хочу сегодня протестировать таки да ваниль чеснок и таки да анис красного цвета такого желтого сейчас замешаем но смешивать не буду наверно по отдельности замешают запахи такие резкие в принципе должны работать сами по себе по отдельности покажу как замешиваю оставим пока ее настаиваться эту насадку и тем временем сделаем корейскую оснастку с чеснока начнем запах вообще капец чеснок чеснок много делать не буду сделаю по половинке тестируем довольно мелкая фракция вот сделал половинку высыпаю сразу добавлю глютен в принципе представляю сколько должно его быть относительно этой массы делаю все на глаз я не математик я гуманитарий поэтому мне не очень нравится заниматься точными подсчетами расчетами я делаю от души так сказать чуть меньше половины делаю добавляю посмотрим она довольно мелкая как она будет взаимодействовать с водой и кажется что воды многовато по ощущениям сейчас добавлю еще сухой если будет много воды не проблема можно конечно попьет еще но практика показывает что маловероятно не будет она много пить немножко досыпал сухой сейчас это все дело так вот перемешиваю больше похоже на правду сильно сухой делать нельзя не надо она должна быть рыхлая мягкая ну и второй пакет это у нас вниз вниз не сильно пахнет они сам пахнет не сильно посмотрим так тоже половинку сделаю раз шли за водой добавили воды забыл глютен сыпануть ну ладно потом добавлю по ощущениям аналогичная предыдущей смеси воды на ног гораздо меньше чем смеси но это легко исправляется просто засыпанием сухой смеси вот в эту основу значит поскольку жидковато сразу добавляю сушки и добавляю сразу глютен который я забыл сразу сыпануть запах слабоватый ароматика не я не яркая то именно этой смеси друзья для того чтобы нам связать корейский поводок собственно у меня нету предметного столик вот поэтому ну вот использую кан как предметный столик надеюсь будет понятно что нам нужно леска поводковый материал либо шнур что у вас есть ну у меня здесь есть крючков я взял его просто чтобы побыстрее это все дело было крючки собственно и вот такая штука это уже крючка вес но нам нужно вот этот штукенцию зачем покажу чуть попозже ну и самое главное это вот такой подпасок скажем так делаю я их сам не покупаю покупаю только листовой свинец который сюда накручиваю основу я делаю сам то что продается в китае не подходит они такие длинные вот эти втулки очень громоздкие поэтому зимой сажусь накручиваю это все дело заготавливаю или этом использую спокойно чем мы делаем когда уже вот есть такой подпасок нам нужно просто первым делом связать два поводка я использую такие безбородные крючки ссылка на них в описании как правило есть к разным моим роликам заказывая их на алиэкспрессе их тут полу 30 штук очень классные крючки очень острые практически не тупятся и не тупятся так что рекомендую я использую такую машинку просто уже и зрение не то ну и как бы если есть чем себе упростить жизнь почему бы ее себе не упростить а так можно просто вязать крючки с лопаткой все наверно умеют привязывать крючки с лопаткой все готово есть нюанс смотрите чтобы с лопатки с лопатки у вас выходил вот этот вот ну как шнур с внутренней стороны со стороны жало хорошо еще зажигалку иметь чтобы подпаливать вот эти вот кончики которые остаются 1 есть делаем 2 аналогичным образом крючка вяз тоже продается на олежке удобно то что удобно я люблю то проверяю чтобы выходил с внутренней стороны если что подкручиваю готово отложили этот этап пройден теперь нам нужно привязать к леске наш подпасок это элементарно используйте те узлы которые вы используете которые вам нравится в петлю 1 в эту петлю 2 затянул так привязали вот он получился у нас теперь нужно сделать петлю чтобы крепить быстросъемок основной оснастки я делаю этот отрезок лески сантиметров 15-20 зависимости от того какой длины у меня основная леска чтобы просто не сильно длинная была оснастка вместе с этим самим поводком что сделали петельку и все вот у нас получилось леска привязанная подпаску вот она теперь нам нужно наши поводки просто привязать сюда что мы делаем берем эти поводки я делаю вот так вот не одинаковые длины один чуть короче другого для того чтобы если использую разную насадку знать знать на какую клюну карась вот так вот их сложили и теперь просто делаю узел обычный раз и все а теперь мне нужно что сделать мне нужно сделать длину этих поводков такой какая мне нужна я использую вот эту штучку все вот затянул на ней показать что было видно ну так затянул и сейчас могу просто вот так вот подтягивая перемещать вот эти поводки с этим узелком и выставлять нужную длину которая мне нужна вот оставлю вот такой потом просто снимаю вот с этого штырька и затягивают узел получилось вот что связанные просто обычным узлом два поводочка крючки очень острые принципляются все теперь нам нужно привязать вот эту конструкцию к нашему подпаску продеваю в ушка подпаска все это дело вот получается просто продел в ушка теперь мне нужно сделать обычный узел просто делаем узел раз обычный узел продели и затягиваем и затягиваем затянули все за счет того что мы сделали вот здесь вот узел тогда теперь мы стягиваем вот сюда и он останавливается все и никуда не денется лишний кусок я отрезаю вот и все вся наука вот что получилось два крючка на поводках подпасок и отрезок лески с петелькой на конце так меряем глубину с нашим новым поводком ну отлично так пойдет ну чё с чего начать с чеснока попробуем лепится неплохо довольно такая мягкая получилась консистенция вот туда забрасываем что первым делом нужно раскормить точку подозвать все на рыбку поэтому сейчас первые забросы скорее всего будут холостыми и это нормально так достаем смотрим осталось что-то на крючках не осталось пусто отлично значит в теория но работает как должно посмотрим реакцию рыбки пока сижу делаю прото шарики потому что минус ловли на прикормочной смеси то что она очень сильно липнет к рукам я сразу делаю несколько там руки мои чтобы уже сидеть с чистыми руками поклевок нет поклевок нет даже не нюхает то есть рыбы нет на точке ну вот в чем плюс корейской оснастки это то что сейчас идет волна ветер поднялся такой боковой как раз таки самый неприятный и у нас оснастка находится в точке куда мы забросили никуда ее не сдвинешь за счет того что подпасок и сама насадка все это якорит систему эту вот она вот смотрите ну вот красавчик красавчик пришел на наш кокедовский чесночный вкус красота ну что поздравляю на всех с почином так сказать разловили чесночок ну пока сейчас еще на него полом чуть-чуть потом попробую поставить анисик корейский поводок наш тоже работает как видите все кто там считает что я его делаю как-то неправильно считайте дальше я показывают так как ловлю я хотите используйте мой опыт не хотите не используйте делайте так как вам нравится никого ни к чему не призываю просто были вопросы пожалуйста смотрите подходит рыбка на точку за нижнюю губу классик жанра друзья мы забыли с вами кое-что сделать кофеек всем кто смотрит что-то кушает или пьет чаек или кофеек мое почтение кайф кайф вот так вот повторюсь никого ни к чему не призываю просто показал потому что были вопросы мой канал это не про матчасть про атмосферу рыбалки саму рыбалку технических моментов много есть канала других зараза тащил как резко не успел среагировать вот так взяли раз крючок воткнули чуть-чуть слегка приезжая и готова сильно сжимать не надо пусть насадка остается рыхлой на крючке то нам поклевки резкий на утоп топит да ты ж нифига себе ух ты чубу туз для местного озера это жестче экземпляр так сказать сразу иди сразу же поклевка заброс поклевка видишь фига себе вот это я поймал корягу коряга и даже клюет на такую смесь офигеть вот наконец-то это шо за гаврик это шо за товарищ такой этого года что не сразу два слопа дуй давай не показывайся больше мне да караси и дать по вкусу он сегодняшнее блюдо мелковатый пошел контингент что попробуем сейчас они с поставить наверно для разнообразия вот давайте они зарядим будет интересная разница или уже . настолько раскормлено что красиво уже все равно есть и анис тоже вкатывает вот он он карифан ну чё могу сказать смеси рабочие самое что ни на есть вкус и тоже рабочие ну вот я про говорил что для чего делаю один крючок длиннее другой короче сейчас на длинный видно что посадил анис на короткий посадил чеснок сейчас будем смотреть что будет поклевка часто без разницы уже потому что клюет и на то и на то а вот когда клев клев ну такой не сильно интенсивный зараза блин не увидел я на что он клев ну смысл понятен я думаю когда не сильно интенсивный клев становится актуальным перебор насадок ну разного вида теста там вот этих вот прикормок и в итоге нужно определить на какой же все таки будет клевать рыба разная длина поводков позволяет это сделать гораздо быстрее ух ты ух ты какой-то же бывает бывает что вторым поводком подсекается друзья ну когда начинается такой интенсивный клев ловить на два крючка никакого смысла нету это дольше по времени это рабочий расход насадки поэтому просто переходите на корею с одним крючком что я сейчас и сделаю ну вот вот такая же корея такой же поводок только с одним крючком просто снимая поводу который мы с вами сегодня сделали и и ставлю с одним крючком время это заняло 2 секунды все те кто пишут про то что зачем использовать быстросъем вот за этим молодец сам сошел и в сапог не уткнулся что такой мелкий маму папу позови брата старшего хотя бы вот он корея с одним крючком пожалуйста никаких проблем поинтереснее было собака так припухается что сходит а я в воде сижу них как ловить то да ладно друзья мы все заканчиваю рыбалку клевала сегодня супер отменно пробовал две новых прикормки качестве насадки два вкуса я имею ввиду чеснок ваниль и анис клевала и на то и на то но по ощущениям субъективным на анис клевала интенсивнее это меня удивило потому что по ароматике но вот это они совая смесь не так сильно ароматические ярко выражена как это обычно бывает у таки да такой слабый запах аниса но клевала не по моим ощущениям лучше ну поймал наверное что 50 60 70 где-то так к россии много отпускал мелкого много карася ну и давайте покажу что поймал чисто для протокола как-то так соседи подходили спрашивали говорят что сидят ну вот они на ночь останавливали здесь не клюет вообще у людей не клюет и все так что делайте выводы сами сегодня по вашим просьбам показал как я делаю корейский поводок не претендую на истину кто считает что делаю неправильно пожалуйста считайте кто хочет делать также делать также свобода выбора как я ловлю вы видите вам решать использовать такую оснастку или не использовать или какую-то другую использовать просто попросили я показал спасибо всем за добрые отзывы мне очень приятно когда вижу обратную связь такого рода увидимся на следующей рыбалке надеюсь осень начинается сезон осенний будет еще короче чем летний что естественно но надеюсь еще несколько рыбалок получится поснимать надеюсь было интересно кому-то надеюсь ответил на его вопросы если есть какие-то новые вопросы задавайте стараюсь всем всегда отвечать все всем пока всем добра пока до сих пор до сих пор Субтитры подогнал «Симон»